Ну вот и закончилась такая небольшая серия ознакомительных заданий. Вы почувствовали уже, как все это будет происходить. Вы понимаете, в чем суть, потому что вы уже познакомились с колоколькими элементами творчества. Я надеюсь, что для вас это не прошло бесследно. Понимаете, вот суть дела какова, что не нужно ждать окончания курса для того, чтобы начинать что-то творить. Нет. Даже после первого упражнения курса уже можно что-то там выдумывать. Я более того хочу сказать, что вот была такая ситуация, вот самое первое задание в курсе. Я однажды был приглашен на собрание одной фирмы. Они там мозговую шторму строили, так называемую. Они там долго вообще что-то делали. Тогда ничего нового у них не появлялось. И я предложил им, давайте вот сыграем в эту творческую игру. И генератор слов у меня был с собой. У меня всегда с собой. Ну генератор слов в курсе. Можно было и без генератора обойтись. Можно просто книжку взять и дикнуть пальцами. Разницы никакой. Ну просто генератор слов прикольнее. Вот и вся разница на самом деле. И вот я предложил. Ребята, я им объяснил. Вот тут задание. И значит они там кто-то генерировал слова с помощью. И все включились в игру и начали придумывать решения. Какие-то. Ну насущных проблем. Ну собственно говоря, там речь стояла о том, в одной ферме, не будем говорить там что такое, за фермой и так далее. Но речь стояла о каких-то новой грани в бизнесе в своем открытии, потому что кризис там и так далее. И за 20 минут люди на ровном месте не лили из пустого порожня, а придумали 88 идей. Ну правда потом три дня их фильтровали, что может пригодиться, что нет. Но тем не менее проблемы были решены. И они сейчас вот так вот и делают. С помощью вот этой вот простой нехитрой игры, понимаете. Почему я знаю такие случаи, что однажды там в одном западном концерне там совещание шло где-то часа два. Но я помню цифру, что они с помощью определенного упражнения придумали 498, до 500 не хватило идей. И потом, правда, месяц фильтровали. Но было же с чего фильтровать. Так что, в общем-то, вы получили понятие о том, как заниматься по курсу, что это за курс, чем его едят и так далее. Почувствовали вкус творчества. Ну что ж, я вам благодарен за то, что вы нашли возможность, так сказать, принять участие в этом мероприятии. Надеюсь, что вы получили полное представление. Надеюсь, что представление положительное. Надеюсь, что действительно вам понравилось творить. И спасибо еще раз за внимание. Ну что же, до встречи, если, конечно, этого захотите, на страницах курса. А я желаю вам всего самого-самого доброго. Удачи всем и вам всем. Спасибо. 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 Спасибо.